Музыка Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Хартвуд. Меня зовут Михаил. Сейчас я нахожусь в мансардном помещении своего дома, где у меня оборудована временная мастерская. В этом году я решил максимально благоустроить это помещение, для того, чтобы в нем было комфортно, уютно и тепло, поскольку это помещение впоследствии будет жилым. В процессе работы я покажу некоторые хитрости, некоторые свои наработки и поделюсь, конечно же, некоторыми лайфхаками. Поскольку мастерская является основным моим местом работы, здесь я провожу большую часть своего времени, здесь я занимаюсь со своими проектами и произвожу съемку мастер-классов. В связи с этим особо остро стал вопрос теплоизоляции. То есть, сами понимаете, при наступлении летнего сезона здесь очень жарко и работать практически невозможно. И немаловажным вопросом является звукоизоляция, поскольку все, что происходит на улице, слышно и здесь, что мешает в съемках. Ну и кроме того, это очень сильно отвлекает. В процессе работы я покажу ряд приемов, которые, я думаю, многим будут интересны. Свой дом я проектировал и строил сам, своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей. И также сама кровля была спроектирована и построена мной лично. Кровля имеет общую площадь 180 квадратных метров, стропила имеет сечение 50 на 150 миллиметров. И вы, наверное, заметили, что расстояние между стропилами нестандартное. Оно увеличенное и оно не везде одинаковое. Это было продиктовано рядом технических особенностей строительства дома. И это также накладывает отпечаток на выбор материала. То есть, материал в данном случае должен быть самонесущим. То есть, он должен надежно удерживаться в межстропильном пространстве и не выпадать. Крыша у меня сложная, многоскатная, скаты имеют различный уклон. И поэтому мне пришлось учесть ряд нюансов при выборе материала для теплоизвукоизоляции кровли. Как я уже сказал, одним из решающих факторов является самонесущая способность материала и отсутствие сползания. Я живу в городе Лиске, Воронежской области, и в наших местных магазинах выбор теплоизвукоизоляционных материалов не такой большой. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи интернета. На просторах же интернета выбор теплоизвукоизоляции просто огромен. И мне пришлось выбирать по ряду особенностей материала. Первое, материал должен быть влагостойким. Это самое главное условие, потому что кровля всегда имеет контакт с влагой. Второе условие, это экологичность и отсутствие вредных и едких запахов. Поскольку, если материал выделяет какие-то запахи, то, будучи нагретым горячей кровлей, он эти запахи будет выделять еще сильнее. Следующий очень важный параметр, это пожарная безопасность. Поскольку нагретая кровля и высушенный пиломатериал могут способствовать распространению огня, чего ни в коем случае нельзя допускать. В этом плане я категорически сразу отказался от использования всевозможных пенопластов, экструдированных материалов, потому что они поддерживают горение. И, конечно же, немаловажным условием является звукоизоляция, звукопоглощение. Потому что сейчас, даже при относительной тишине на улице, все равно посторонние звуки присутствуют и мешают. А если это будет жилое помещение, то посторонние звуки недопустимы. Следующее, чему я уделил особое внимание, это удобство монтажа утеплителя на горизонтальных или наклонных поверхностях. При этом утеплитель я искал такой, чтобы он имел толщину сразу 150 мм, для того, чтобы можно было за один проход заполнить межстропильное пространство. Далее, материал должен быть обязательно дышащим и иметь высокую паропроницаемость, для того, чтобы исключить скапливание влаги внутри материала. Ну и плюс вышеупомянутые механические свойства. На основании своего опыта и вышеупомянутых требований, я остановил свой выбор на тепло- и звукоизоляции изовер-теплая крыша. Вы его можете видеть на задней стороне. Там же у меня находится мембрана пароизоляционная изовер-ВС-80. Здесь надо сказать, что изовер-теплая крыша – это относительно молодой, новый материал, который, в принципе, уже прошел тестирование и показал себя с очень хорошей стороны. Ну и, естественно, поэтому мой выбор пал именно на него. Он отвечает именно всем тем требованиям, которые мне нужны. Еще мне очень понравилось то, что в зависимости от ваших потребностей можно зайти на сайт производителя и очень легко подобрать тот тип утеплителя, который именно максимально подходит для ваших конкретных условий. Рлоны упакованы очень плотно, и это является большим плюсом, поскольку они занимают малый объем. Как я уже сказал, в местных магазинах мне не удалось найти эту теплоизоляцию, и мне пришлось все это покупать через интернет и, естественно, с доставкой. Но здесь надо отметить, что за счет компактности объем утеплителя вышел не такой уж большой. И фактически доставка растворилась в той разнице в цене, которая могла бы возникнуть, если бы этот утеплитель я покупал где-то в местном магазине. Так что фактически по финансам я ничего не прогадал. Единственное, что я отмечу, мне, конечно же, следовало бы взять материал сразу на весь объем, то есть на кровлю и на утепление стен. Но здесь есть ряд факторов, которые не позволяют мне это сделать. Во-первых, я работаю один, и я, естественно, не смогу потянуть за один раз такие большие объемы. Ну и второе, конечно же, финансовая составляющая накладывает свои отпечатки. То есть я займусь сначала кровлей, а потом уже буду рассчитывать, как я буду заниматься утеплением фронтонов. Для теплоизоляции кровли я взял 40 рулонов изовер теплая крыша и сразу взял 4 рулона мембраны изовер ВС-80. Пароизоляционная мембрана изовер ВС-80 натягивается с внутренней стороны помещения и препятствует проникновению влаги из помещения в утеплитель. Прежде чем начать работу, я расскажу некоторые особенности монтажа утеплителя применительно к моей кровли. Кровля у меня шиферная, кровля довольно старая. И если посмотреть, вы, наверное, обратили внимание, здесь между стропилами можно увидеть пробки. Обычные пробки. Они закрывают гвозди для того, чтобы здесь безопасно было находиться. А вот те гвозди, которые выше, они, естественно, свободны. Вот эти все гвозди, естественно, будут мешать монтажу, потому что когда мы будем вкладывать утеплитель на гвоздях, он будет приминаться и, естественно, слой теплоизоляции станет меньше. Либо нам придется частично протыкать утеплитель для того, чтобы гвоздь вошел внутрь. Но это создает частичные мостики холода, что тоже недопустимо. Для того, чтобы упростить монтаж, я эти гвозди буду загинать. Не пугайтесь насчет загибания гвоздей. Сейчас я поясню, почему так. Если кровля новая и шифер еще не прилежался, загибать в гвозди ни в коем случае нельзя. Потому что в течение двух, трех, иногда четырех лет шифер еще живет некоторое время, он деформируется и немножко вытягивает гвозди. Моей крыше уже более 12 лет, поэтому гвозди уже нашли свое место и они больше не вылазят. Вот именно поэтому я и говорю, что гвозди я буду загибать. Это, конечно, очень сильно снижает ремонтопригодность, потому что если мне придется заменить лист шифера, то мне придется срезать сначала шляпки гвоздей, удалить лист, срезать гвозди в ноль, а потом новый лист уже прикручивать, скорее всего, саморезами. Но, с другой стороны, это не такая уж большая плата за удобство монтажа самого утеплителя. Обрешетка у меня имеет толщину 30 мм, обрешетку я трогать не буду. И поверх обрешетки у меня, видите, натянута гидроизоляция, это все так и останется. Утепление, конечно же, правильнее и удобнее делать сверху вниз, то есть сначала снизу натягивается мембрана, под стропилами подшивается все это специально рейками, а потом сверху уже укладывается утеплитель, монтируется обрешетка, гидроизоляция, дальше монтируются рейки, которые обеспечат вентиляцию самой кровли, и после уже настилается кровельный материал. У меня, к сожалению, нет возможности все это дело переделывать глобально и за один раз, поэтому я буду делать все это изнутри. Это, конечно, очень неудобно, но если все сделать правильно, хорошо продумать и подойти к этому вопросу серьезно, то все это не составляет большого труда. Я не профессиональный строитель, но у меня есть довольно большой опыт в стройке. И на своем примере я покажу, что монтаж теплоизоляции можно произвести своими силами, не прибегая к помощи высокооплачиваемых специалистов. Рулоны упакованы очень плотно. В каждом рулоне 4-х метровое полотно шириной 1,22 м и толщиной 150 мм. Смотано все это очень компактно, и как только мы рулон разрезаем, он раскрывается, и через некоторое время полотно, распрямляясь, образует подушку толщиной 150 мм. Это мы сейчас посмотрим. Монтаж утеплителя можно производить двумя способами. Первый способ, он более простой. Мы раскатываем рулон и от него отрезаем поперек самого полотна, ленты, ширина которых чуть-чуть больше, чем ширина межтропильного пространства. Слишком большой запас делать нельзя, потому что в этом случае полотно может сложиться и будет выпадать. То есть нужно произвести правильный монтаж. Нарезая полосы, можно постепенно укладывать теплоизоляцию в межтропильное пространство. Это довольно удобно, потому что вы работаете с маленькими кусками. Но также есть еще и второй вариант. Мы замеряем ширину межтропильного пространства и сразу укорачиваем рулон. То есть мы режем его по ширине, в нужный размер, все с тем же запасом 2 см. И дальше раскатываем всю ленту и заполняем межтропильное пространство на большую площадь за один раз. Этот способ более трудоемкий, но он более предпочтительный, потому что мы не оставляем стыков. В случае, если мы укладываем куски в стык, нужно соблюдать некоторую плотность укладки. То есть один кусок должен быть подперт другим куском. То есть между собой они тоже должны плотно соприкасаться. Иначе могут возникнуть мостики холода. Монтаж утеплителя предельно прост. Когда мы монтируем утеплитель между стропилами, мы его слегка сжимаем. И далее он становится в распор между стропилами и удерживается за счет пружинящих свойств самого материала. Более подробно я покажу это в процессе монтажа. Начнем мы с того, что я сейчас вскрою рулон и мы посмотрим, как он примет свой заявленный объем, заявленную толщину. И сразу хочу показать, что на упаковке нанесена линейка. Шаг 10 мм и 50 мм. Очень удобно, когда приходится резать рулон поперек сразу, чтобы получить единую цельную полосу. Здесь можно резать с точностью буквально до сантиметра. Для нарезки утеплителя достаточно воспользоваться любым столовым ножом с длиной лезвия 20-25 см. Утеплитель распрямился очень быстро, буквально выстрелил как пружина. Но это и не удивительно. Этот утеплитель специально имеет высокую несущую способность для того, чтобы он мог удерживаться в межстропильном пространстве. И эта жесткость обусловлена наличием специальных волокон, которые являются как бы армирующими и они удерживают саму форму утеплителя. Сейчас нужно дать утеплителю некоторое время отлежаться, для того, чтобы он принял нужную толщину. Но если вы начнете монтаж сразу, не дожидаясь, то ничего страшного не случится. Утеплитель примет нужный объем в межстропильном пространстве после монтажа. Прошло не более 5 минут и утеплитель принял свою заявленную толщину. Утеплитель я купил 40 рулонов, площадь каждого рулона 4,88 квадрата. И мне должно хватить на мою кровлю с небольшим запасом. То есть немножко утеплителя должно остаться. Я делал с запасом по той причине, что у меня не стандартное межстропильное расстояние. Утеплитель свернут очень плотно, благодаря чему каждый рулон занимает очень малый объем. И помимо всего прочего, каждые 5 рулонов упакованы в свою собственную упаковку, что позволяет легко загрузить, разгружать или перемещать утеплитель на стройплощадке. Также это облегчило задачу по подъему утеплителя на чердак. При подъеме использовался обычный полиспаст. Начнем мы, пожалуй, с того, что я покажу первый способ монтажа, который является более простым. То есть я вымеряю межстропильное расстояние, прибавляю 2 см и отрезаю поперек полотна кусок нужной ширины. А дальше монтирую его здесь, между стропилами. При таком способе монтажа удобнее двигаться снизу вверх, потому что каждый последующий кусок утеплителя опирается на предыдущий и плотно с тем стыкуется. Для того, чтобы обеспечить дополнительную поддержку утеплителю, я буду пользоваться вот таким шпагатом. Он будет поддерживать утеплитель до того момента, как будет натянута мембрана и будут пробиты рейки. И для фиксации, для монтажа самого шпагата буду использовать обычный электрический степлер. Но также можно воспользоваться и пневматикой. Вот так выглядит утеплитель. Он прекрасно держит свою форму. Он не жесткий, но тем не менее несущая способность у него есть. Для удобства монтажа воспользуюсь обычной сосновой рейкой. Она будет являться поддержкой до того момента, как я зафиксирую утеплитель при помощи шпагата. Я уложил первый слой утеплителя. Он чуть-чуть провисает. Но это из-за того, что между стропилами очень большое расстояние. После того, как здесь подошвется мембрана и прищутся рейки, утеплитель примет свое нормальное ровное положение и заполнит весь объем. Снизу я воспользовался вспомогательной рейкой. Видите, что даже при большом расстоянии между стропилами и небольшом провесе, этот утеплитель прекрасно держится. И сейчас я все это продублирую, подстрахую при помощи шпагата. Сам утеплитель в межтропильном пространстве держится очень плотно. Он якорится. И вот если сейчас попробовать подвинуть лист вверх или вниз, этого просто не получится сделать. И сейчас я более подробно, более крупно покажу, за счет чего же происходит удерживание утеплителя. Здесь, видите, волокна расположены по прямой. Но давайте посмотрим, что происходит в местах контакта со стропилами. За счет чего же держится этот утеплитель. Давайте рассмотрим утеплитель более подробно. Здесь мы видим некоторые слои. Вот здесь волокна срезаны вдоль линии реза, здесь волокна срезаны поперек. И весь он слоистый. Теперь давайте посмотрим, что происходит при монтаже. Как выглядит утеплитель в месте контакта со стропилом. При монтаже в месте контакта со стропилом утеплитель образует микроскладку. Эта микроскладка является своеобразной пружиной и якорной точкой. Благодаря тому, что крайние волокна направлены вниз, естественно, утеплитель выпасть никак не может. При приложении нагрузки крайние волокна начинают распрямляться и еще больше цепляются за поверхность стропила. Именно поэтому и обеспечивается высокая степень удержания самого утеплителя в межстропильном пространстве. Первые два листа я смонтировал без применения средств защиты, что, в принципе, делать, конечно же, крайне нежелательно. Обязательно пользоваться какой-нибудь полумаской, либо маской и обязательно защищать глаза. Либо это герметичные очки, либо, ну, хотя бы вот такой щиток. Да, еще забыл сказать, желательно, чтобы одежда была с длинным рукавом и очень желательно, чтобы она была на молнии, а не на пуговицах. Как видите, монтаж происходит очень легко и очень быстро. И на то, чтобы смонтировать три листа утеплителя, у меня ушло не более 45 минут. Но при этом еще нужно учитывать, что я произвожу съемку, которая тоже отнимает некоторое время. И плюс еще начал я с труднодоступного участка, с самого низа. Ну и здесь мне мешает небольшой склад. Здесь у меня складируется шпон ценных пород дерева. Наверное, сейчас многих смущает такой способ укладки, то есть использование шпагата. Но для того, чтобы развеять ваши сомнения, я сейчас перемещусь немножко в другое место, где у меня стандартный пролет 60, ну там 64 сантиметра. Вот у меня нормальное расстояние между стропилами, стандартное. Сейчас я надежу и устанавливаю сюда утеплитель, и вы посмотрите, как он удерживается. Как видите, если расстояние между стропилами стандартное, 60-70 сантиметров, то утеплитель удерживается между стропилами за счет его пружинящих свойств. И здесь не требуется каких-либо дополнительных способов фиксации. И при этом, обратите внимание, утеплитель не провисает, он заполняет весь объем, и он ровный. То есть плоскость сохраняется. Он имеет самонесущую способность. И сразу скажу несколько слов о правильности монтажа утеплителя подобным способом. Правильный монтаж осуществляется таким образом, что изнутри у нас натягивается пароизоляционная мембрана, а сверху, над утеплителем, ветрозащитная мембрана. И дальше над ветрозащитной мембраной должен обеспечиваться вентиляционный зазор. В моем случае вентозазор полностью отсутствует, но это не должно вас смущать, поскольку сейчас у меня чердак неотапливаемый, и температура на чердаке равна температуре окружающего воздуха. Соответственно, у меня исключено выпадение конденсата. Впоследствии я буду переделывать крышу, обеспечиваю вентиляционный зазор, обеспечиваю установку ветрозащитной мембраны, гидроизоляцию, сменю кровлю, и только после этого я буду делать утепление чердака, то есть буду проводить сюда отопление. Итак, друзья, сегодня у нас была вводная часть, и мы рассмотрели первый способ монтажа утеплителя. В следующей части мы рассмотрим второй способ, то есть монтаж длинными лентами. И вы сами сможете для себя сделать вывод, какой же из способов для вас является более приемлемым. Также во второй части я поделюсь некоторыми наработками в этой области, и покажу некоторые технологические приемы, которые, уверен, тоже будут вам полезны. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал и ставить оценки к этому видео. Также не забывайте делиться этим видео в соцсетях, потому что уверен, оно тоже многим будет интересно и полезно. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова